Иван Ургант является одним из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих России. Его годовой доход становится около 3 миллионов долларов. 42-летний харизматичный шоумен не только ведет свою известную передачу «Вечерний Ургант», но и выступает в роли ведущего на корпоративах, снимается в кино, пишет сценарии, музыку и занимается продюсированием. У телеведущего имеется недвижимость в Москве, Подмосковье, Питере и даже в фешенебельном курортном городке Тосканы, Форте Деймарми, если что, то это в Италии. Свой юбилей на 35-летие Иван совместил с заселением в роскошный трехэтажный коттедж в деревне Иславское. Находится он на Рублевском шоссе в 25 километрах от МКАДа и 30 километрах от столицы. Этот загородный дом возводился на протяжении нескольких лет и оценивается минимум в 7 миллионов долларов. В доме, кроме многочисленных спален, предусмотрены также гостевые комнаты, бассейн и баня, звукозаписывающая студия, бильярдная, солярий на крыше и кинотеатр в подвале. Кроме того, в наличии есть все для комфортного времяпровождения многодетной семьи. Зимний сад, холл, каминная, а также столовая с выходом на открытую веранду. Московская квартира Урганта – еще одно приобретение Ивана. Люксовые апартаменты в относительно недавно возведенном небоскребе, известному как Центр Москва-Сити. Здание, получившее в народе название «Золотая башня» из-за цвета фасада, является собой многофункциональный комплекс, нижние 40 этажей которого отведены под коммерческое направление, а выше располагается жилье категории «Делюкс». Ургант родился в апреле 1978 года в Петербурге. Он, что называется, был обречен стать популярным, ведь вся его семья и дедушки с бабушками, и родители – артисты. В 90-е годы, окончив театральный вуз, Иван начал искать себя. У начинающего артиста было очень много разных талантов. Молодой человек серьезно увлекался музыкой и неплохо играл на гитаре, фортепиано, барабанах и флейте. Позже он с Максимом Леонидовым даже выпустил совместный диск под названием «Звезда». Уже в молодости Ургант выступал в роли шоумена и ведущего в разных питерских клубах и барах. Парень прекрасно импровизировал, остроумно шутил и любой вечер легко превращал в праздник. Пробовал Ваня свои силы и на телевидении. На одном из ленинградских каналов ввел информационную программу «Петербургский курьер». Есть в биографии артиста и период работы на радио. Сначала он трудился в студии «Суперрадио», потом перешел на «Русское радио», после которого поработал на «Хит-ФМ». Осведомленность в музыкальных течениях и специальность актера, имевшего к тому же некоторый опыт на телевидении, отметили на столичном телеканале MTV. Ургант переезжает в Москву и становится ведущим шоу «Бодрое утро», где работает вместе с Ольгой Шелест и Антоном Камоловым. В 2003 году Иван – соведущий Феклы Толстой в передаче «Народный артист», транслируемой телеканалом «Россия». Зрительские симпатии вскоре выносят Ивана на вершину в номинации «Открытие года». Именно с этих пор открываются двери к славе и известности для петербуржца. Молодой талант становится желанным гостем в известных ночных клубах столицы. В 2005 году артиста пригласили вести программу «Большая премьера» на Первом канале. Дальше – больше. Он становится лицом телеканала после появления проектов «Весна с Иваном Ургантом» и «Цирк со звездами». Вскоре появились новые проекты. «Одноэтажная Америка», «Стенка на стенку» и «Большая разница». Всюду Иван Ургант был в центре внимания. В 2006 году ведущий становится лицом популярной кулинарной телепередачи «Смак», которая выходит в эфир с 1993 года. Первоначально зрители были удивлены появлением юмориста в таком шоу, но актер быстро завоевал доверие и любовь публике. «Смак» вступил в новую эру и стал знаковой программой в карьере мужчины. Артист популярен не только как телеведущий. Он очень часто выступает на концертах и фестивалях, нередко работает в паре с другими звездами. В 2010 году вместе с Ксенией Собчак вел церемонию вручения премии Муз-ТВ, а совместно с Владимиром Познером представлял проекты «Тур де Франц», «Их Италия», «Англия в общем и в частности», а также начавшийся в 2016 году цикл передач «Еврейское счастье». Оглушительную популярность завоевал Иван после выхода юмористического шоу «Прожектор Пэрис Хилтон», в котором он всегда был остроумен и обаятелен. Четверо соведущих, кроме Урганта, а ими стали Сергей Светлаков, Гарик Маркиросян и Александр Цекало, обсуждали новости, шутили на злобу дня и приглашали гостей, которым задавали откровенные и просто странные вопросы. Проект закрыли в 2012 году, однако 4 марта 2017 года на телеэкраны вышел первый выпуск пятого сезона шоу «Прожектор Пэрис Хилтон». Впервые юморист сженился в юном возрасте, в 18 лет. Невзирая на протесты родных, его женой стала Карина Авдеева, девушка, с которой юноша случайно познакомился на дружеской вечеринке. Но уже через полтора года пара поняла, что их брак – ошибка. Жить молодым не на что, оба без постоянной работы и доходов. После развода Карина оставила фамилию Ургант, но быстро вышла замуж. Следующий брак Ивана был гражданским. С журналисткой и телеведущей Татьяной Гевыркян, роман с которой подтолкнул его перебраться в столицу, мужчина прожил долго. Поклонники пары ждали новостей о свадьбе, однако влюбленные расстались. А во время съемок картины «Трое и Снежинка» у актера случился мимолетный роман с Эмилией Спивак. Позже исполнители еще не раз пересекались на съемках других кинолент, среди которых числится фильм «Останься». Сегодня Ургант официально женат на бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Для Наташи это второй брак. В первом она родила дочь Эрику и сына Нико. Также у пары родилось еще двое детей. Что касается кинематографической биографии Урганта, то дебютными картинами стали кинолента «Жестокое время», «Улицы разбитых фонарей», «ФМ и ребята» и «33 квадратных метра». Затем актер появился в ленте «От 180 сантиметров и выше», в которой сыграл высокого друга главного героя. Рост Ивана составляет 1,95 метра. Далее последовала романтическая картина «Трое и Снежинка», где артист снялся в главной роли. В 2010 году фильмографию шоумена пополнил новогодний фильм «Елки». В 2011 проект получил продолжение. Лента показывала, как изменилась за год жизнь героев прошлой части. В 2013 вышла третья часть «Елок». Затем последовали «Елки-1914», «Елки-5», потом «Елки-новые» и в 2018 году «Елки-последние». Большой популярностью среди проектов пользуется шоу «Вечерний Ургант», которое стартовало после закрытия прожектор Парис Хилтона. Со временем к передаче также присоединились соведущие Александр Гудков, Александр Лейников, Виктор Васильев и Дмитрий Хрусталев. «Джеки-чана» знаешь? «Джеки-не». «Вечерний Ургант» перенял традицию приглашать голливудских звезд и вовлекать их в странные разговоры и соревнования, которой славился прожектор Парис Хилтон. Но в новой версии встречи с гостями стали проходить в популярном на Западе формате «Лейт-найт-шоу». Таким образом, проект занял нишу первого российского «Найт-шоу». Кроме встреч со звездами, в новой телепрограмме появились три десятка регулярных рубрик. «Автопарк Ивана Урганта». «Порше Каен» – автомобиль, который ему подарили. Да-да, подарок в виде «Порш Каена» от бизнесмена Тельмана Исмаилова на свой юбилей в 30 лет. Какая точно модель Каена, к сожалению, неизвестно, но стоимость такого автомобиля колеблется от 5 до 12 миллионов рублей. Очень любимый и, наверное, самый частый в использовании автомобиль – «Ауди А8 Лонг». Роскошный седан обладает трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 340 лошадиных сил и используется не только как автомобиль от работы до дома, но и для выезда на отдых, поездок с семьей и так далее. Сам Иван не раз признавался, что в семье несколько автомобилей, и помимо «А8» есть «Кью-7». На этом автомобиле Иван неоднократно выезжал в путешествия как по России, так и за пределы страны. Цена на такой автомобиль начинается с 4,5 миллионов рублей. Друзья, если вам нравится Иван Ургант как ведущий, то ставьте лайк и напишите какой-то позитивный комментарий, а если не нравится, то напишите почему. Всем успехов!